Если кому интересно, откройте замечательный писатель, мирового просто масштаба писатель. Если бы тогда железного занавеса не было, весь мир бы восхищался. Сейчас переводят его книги. Рафи, Рафаэл Подконян. Он был человек-инвалид, он еле ходил. Но он был настолько эрудированный, у него настолько богатый язык. Это просто редко встретишь таких, ну, золотое слово, знаете, владеет золотым словом. Рафи и его рассказ «Безумец» Хент. Там рассказывается реальная история семьи, где девушку молодую, значит, со стриженными волосами в мужской одежде держали. И ее имя было Лала, но называла семья Степаник, Степан. Чтобы не догадались, чтобы не украли, потому что старшую сестру Курды украли, она покончила с собой. И когда местный священник отказался похоронить ее, как самоубийцу, семья приняла свои объятия, ее похоронили у себя во дворе. И чтобы та же участь не постигла и младшую сестру, ее одевали мужскую одежду. И все, в селе многие знали, что это девочка, но делали вид, что не знают об этом, чтобы... Ну, в конце концов, один из курдских беев догадался, понял, что это девушка. И часто ходил к ним в гости, просил, чтобы Степаник принесил ему там шербет, чай и так далее. Любовался ею, влюбился в нее, потом хотел украсть. Но это долгая история. Продолжение следует...